Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы завершим сегодня разговор о книге Даниила, поговорив о 14 главе. Как и предыдущая 13-я, 14-я глава – это своего рода приложение, которое лишь поверхностным образом связано с основным содержанием книги Даниила. Но, тем не менее, как бы то ни было, этот текст был авторитетным в древности для богов вдохновенных редакторов, и они сочли его важным и нужным, поэтому нам тоже следует отнестись соответствующим образом к тем идеям, которые здесь представлены. Собственно говоря, в 14 главе два рассказа, два больших рассказа, очень похожих на самом деле друг на друга и касающихся формально, внешне, по крайней мере, взаимоотношений между язычеством, язычниками и иудеями, и, соответственно, верой бога Израилева. Трудный вопрос для межзаветного времени, для времени перед евангельскими событиями. Да и, в общем, в евангельские времена тоже не такой простой вопрос, а как же быть? А как соотносится вот эта вера Израиля, вера в единого бога, который призывает к спасению свой народ, у которого в руках книга, как мы видели в 12 главе, в которой записаны те люди, чьи сердца богу принадлежат, и вот эти вот язычники, как к ним нужно относиться? Следует ли считать их, ну, как бы это сказать помягче, браком при сотворении человечества, бросовым материалом, отходами или как-то иначе? И что такое их вера? И применим ли к язычникам, например, такое понятие, как оскорбление чувств этих самых верующих? Потому что Даниил во всей главе только этим и занимается. И реагируют эти язычники, как язычники. Поэтому в новейшие времена реакция на оскорбление чувств, как мы видим, это реакция язычников. Да, ну, обратимся тем не менее к сюжету. Ходить бывает склизко по камешкам иным, поэтому мы, так сказать, постараемся на библейском материале. Вот здесь некий царь Кир Пирсидский, замечательный царь, победивший Вавилон, завоевавший, отпустивший всех этих вот депортированные народы, отпустивший на свободу. Тот самый Кир, второй великий, о котором Исаия Вавилонский говорит, вернее, бок устами Исаия Вавилонского, вот я держу тебя за правую руку, вот отрок мой. Да, вот этот самый Кир Пирсидский принял царство, и там некий идол по имени Вилл, которому приносили каждый день большое-большое количество еды. Да, 20 мер пшеничной муки, 40 овец и 6 мер вина. Это много. И все это там к нему в святилище этого Вилла приносили, на следующий день ничего нет. Ну и, соответственно, здесь Даниил говорит, это все идолы, ничего этого нет, Бог не живой, не обманывайся, не обманывайся, да. Ну и Кир предлагает поставить эксперимент. Вот он такой религиозный экспериментатор, или наоборот экспериментальный религиовед. Этот самый Кир здесь, да, поэтому говорит, хорошо, давай все запрем, запечатаем, и ты на следующий день увидишь, что этот самый идол действительно все там съел. Но Даниил хитрее, то есть он, скорее всего, что-то знает, или просто понимает, что есть живой Бог, а все остальное не живое, не настоящее. Собственно, эту идею-то Даниил и доказывает, что Бог настоящий только один, а все остальное так или иначе надувательство. Поэтому он просит своих слуг, которые приносят туда, значит, всю вот эту вот еду, рассыпать пепел, пыль в большом количестве на пол, ну и все запирают. И, как выясняется, там на самом деле целое налаженное производство изнутри, из-под пола там каким-то образом пробираются жены этих жрецов, и все, как это называется, расфасовывают, уносят, все, никакой еды этой нету. И на следующий день царь Кир отпирает это все, никакой еды нету. И такой доволен, говорит, вот, видишь, говорит он, Даниил, вилл все съел. Говорит, ты на следы посмотри, какой вилл, куда? Вот, вывели, значит, этих самых жрецов на чистую воду. Ну, собственно, на этом вся история. Речь, еще раз повторю, о том, что есть Бог народа Израилева, Бог Даниила, можно сказать, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог живущий во веки, он настоящий, он один. А все, все боги народов, идолы, все остальное это обман, так или иначе. Так или иначе, обман. И, ну, там дальше, для жрецов этого вилла все кончается печально, наоборот, Даниилу отдан этот самый идол, он его разрушил, чего, в общем, конечно, никогда, собственно, и не было. Исторически я имею в виду. Но, тем не менее, вот, видите, такая метаистория. Противостояние суда между чтущими единого Бога и язычниками. Суд Божий на самом деле вот про это. И мы уже у Даниила с этой мыслью сталкивались. Про то, что те, кто уповают на настоящего Бога, побеждают, оказываются оправданными на суде. Потому что они на правильного Бога правильно надеялись. А те, кто надеялись на этого вилла, или на еще какую-нибудь языческую чепуху, они неправильно надеются на неправильное, и поэтому не оправданное. Очень, все равно для современного читателя, поучительная мысль. Вторая половина главы содержит, ну, практически аналогичную историю, только там еще дракон, которого чтили в Вавилонине. Ну, и тут царь Кирг говорит, ну, что ж, по-твоему, и это тоже все ерунда, и это ерунда, и это тоже творение рук человеческих. Посмотри, вот он живой, ест и пьет, этот Бог не живой. Ты не можешь так сказать. Даниил говорит, Господу Богу моему поклонись и поклоняюсь, потому что он Бог живой. А это вот все какой-то обман. Трудно сказать, что там на самом деле было в основании сюжета, потому что, может быть, это какой-то дикий зверь, который тут обозначен драконом, а может быть, все-таки некий идол. Так или иначе, какую-то практическую вещь делает Даниил, там, берет смолы, жиры и волосы, и, соответственно, все это варит вместе, и что-то такое получается, и бросил в пасть дракон, и заткнул этого самого дракона, и все, и тот расселся. Еще раз, не так важно, то ли это какой-то страшный зверь, кто там мог быть в этом междуречье в это время, сложно достаточно сказать. Ну, разве что змей какой-нибудь действительно. То ли это в самом деле идол. Важно, что в Вавилоне не вознегодовали и восстали против царя. Тоже очень поучительно про людей, которые так часто делают. Вот, значит, царь там как-то пытался соотнестись с реальностью. Ну, Кир II, вправду, был великий правитель, забоеватель, человек мудрый, как сказать, и в отношении строительства своей империи, во всех отношениях, ну, даже прям вот до такого, что и про божественное. Тоже хотел узнать какую-то правду, какую-то реальность. Ну, и, в общем, в этом сильно опередил свой народ и свое время. И Вавилонин, над которыми он якобы царствовал, этот самый Кир II. И предай нам Даниила, иначе мы тебя умертвим, ну, и дом твой. Свергнем, прогоним и так далее. Давай нам Даниила, потому, что он там оскорбил наши чувства чтящих дракона. Ну, и характерно, что царь не может этих самых вот Вавилонин с их оскорбленными чувствами отправить далеко-далеко лесом, там безлесная местность, потому что в Вавилонии. Вот, поэтому он вынужден арестовать этого самого Даниила и бросить его к львам, там такой ров, где сидят семеро львов, их обычно каждый день кормят, а тут их кормить перестали, чтобы они съели Даниила. Кроме Даниила и львов, все остальные участники этой истории, в общем, ведут себя некрасиво. Вавилонии, которые, значит, не хотят соотноситься с реальностью и с тем, что их очередной идол обнаружен в качестве идола. Царь, который тоже не хочет соотноситься с реальностью и предпочитает пойти на поводу у толпы и так далее. Только Даниил и львы ведут себя в этой ситуации по совести. Ну, дальше еще, конечно, очень литературно рассказывается про то, что в это время в Иудее пророк Аввакум сварил похлебку, накрошил туда хлеба, понес суп работникам на поле, ну и ангел его поднял за волосы, поставил в Вавилон, тут покормил Даниила, его вернули обратно. Ну, вот так. Ну, должно же быть интересно. Поэтому такой сюжетный поворот совершенно уместный вполне. А важно, что Даниил при этом благословляет Бога и говорит, Господи, благодарит тебя, что ты обо мне вспомнил, не забыл. И тут приходит царь, и выясняется, что Даниил сидит невредимый в этом самом рве, а голодные львы, которых не кормили продолжительное время, вот они сидят и там, не знаю, что, кроссворды решают, что они там делают, эти самые львы. Но, тем не менее, Даниила не снили. И вот царь приказал вынуть Даниила, а виновников погубления бросить в ров. Ну, во-первых, мы видим, конечно, некоторую параллель с первыми главами. Здесь тоже история про то, как человек сохраняет верность Богу, не соглашается чтить языческих всяких идолов и избавлен от гибели силою божьей. Избавлен от гибели, которая представляется совершенно невинуемой. Ну и, в общем, тоже нельзя не вспомнить еще, что вот как в начале три отрока говорят о том, что Бог может нас вытащить из этой печи, но совершенно вне зависимости от того, будет он это делать или нет, все равно мы будем его славить. Ну вот и здесь тоже Даниил уповает на Бога и не соглашается на компромисс в самом главном вопросе. Есть Бог настоящий, и его нельзя предать, потому что он настоящий, потому что он единственный настоящий. Все остальное – выдумки. Все остальное в лучшем случае художественная литература, а в худшем случае – бесовщина. Вот этот второй рассказ о идоле дракона и львином рве, он как бы подводит итог, самую важную для всех авторов и редакторов книги Даниила мысль формулирует здесь. Настоящий Бог только один. Субтитры создавал DimaTorzok